В Государственном научно-исследовательском институте реставрации в Москве открылась выставка к 90-летию со дня рождения его основателя Ивана Петровича Горина. В экспозиции представлены фотографии, дневниковые записи, картины и проекты реставратора, с именем которого связана целая эпоха в деле сохранения культурного наследия. Автор более 230 работ по вопросам современного искусства и реставрации, создатель картин, которые хранятся во многих музеях мира, Иван Горин легко мог стать просто искусствоведом или художником, но всю свою профессиональную деятельность он посвятил сохранению памятников истории и культуры. Поэтому основной темой открывшейся выставки стала часть жизни Ивана Горина, связанная с эпохой создания и реставрации. Когда небольшая лаборатория, в ней тогда работали 16 человек, выросла в целый институт, где уже трудились более 300 специалистов. Не только искусствоведов, художников и историков, но и физиков, химиков, микробиологов, климатологов и материаловедов. Реставрация стала направлением науки. Это уже не был какой-то кустарный промысель, где каждый реставратор работает сам по себе, своими собственными материалами, своими собственными идеями. В реставрации много проблем, связанных с подбором материалов. То есть вот эти теоретические проблемы, все как раз решались и обсуждались в рамках института, на различных конференциях, съездах, семинарах, круглых столах. Человек нелегкой судьбы Иван Горин начинал работать слесарем-лекальщиком на заводе. Прошел штраф БАД, куда попал за своего увлечения живописью. Чтобы оплатить учителю рисования, будущий реставратор делал поддельные хлебные карточки. Дважды был тяжело ранен, но выжил. И через все разрушения и ужасы войны пронес свое желание сохранять и приумножать красоту окружающего мира. Он пытался из неприятного, грязного, невежественного вытащить Божье творение, вытащить именно Божью красоту этого мира, спасти ее, сохранить. Поэтому так много работал. Разработать методики реставрации именно храмовой живописи – колоссальная задача, которая на тот момент вообще никак не была решена церкви. Либо разрушали, либо в лучшем случае ремонтировали, записывая, закрашивая живопись предыдущих эпох. И задача института была именно методики разработать, как спасти то, что замазано, попорчено, обожжено, разбито. 60-е годы стали в СССР не только временем создания и реставрации как науки, но и периодом восстановления после Великой Отечественной войны многих монастырских ансамблей. Не одно значительное начинание реставраторов в то время не обходилось без участия института и лично Ивана Горина. В дневниковых записях, представленных в экспозиции, можно найти его заметки о работе в Кирилло-Белозерском, Ферапонтовом, Мирожском и Ново-Иерусалимском монастырях. В конце концов, возьмите Исту, Новый Иерусалимский храм Вознесения. Это самый большой, известный в истории архитектурок, купол, который перекрывал этот храм. Он же был пробит и обрушился. И долго бились над этим наши специалисты московские. Сделали.